Донести до читателя эмоции, которые испытал лично, главное правило поэта и прозаика Леонида Рубинштейна. Всю горечь страшных военных лет он отображает на страницах поэмы Каменко. Она становится первой для литератора. Сегодня на книжной полке писателя 12 авторских произведений. За ручку и листок бумаги Рубинштейн берется после пережитого шока. Свои издания автор пишет от руки и по сей день. Когда ставит последнюю точку, перепечатывает. Я побывал в Каменке. Это место расстрела еврейского гетта. Там было расстреляно 10 тысяч евреев, 500 военнопленных. Два большущих орла длиной 110 метров, шириной 10 метров и глубиной 10 метров. Они полностью заполнены телами невинных людей. Меня это так потрясло, что я уже не мог оставаться спокойным и начал писать произведения. Еще ребенком будущий писатель проходит через страшные испытания. Война затрагивает и его семью. Позже на тему Холокоста Рубинштейн пишет целый поэтический цикл. А его книгу «Дети войны» публикуют как на русском, так и английском языках. Тысячи строк литератор посвящает боли, страданиям и разрухе от коричневой чумы. Звучит поныне стон деревьев и плачет лес над головой. А в сердце имена погибших уничтожены войной. Ода о чизне. Огромные линии проходят через все творчество Рубинштейна. Последнее издание «Родина, мама, школа» – сигнальный экземпляр. Но буквально на днях уже появится на витринах книжных магазинов. На рабочем столе поэта есть еще одна новинка. Правда, пока это черновик. Вскоре «Утро завода» станет полноценным названием книги, посвященной работникам Белшины. Я пишу обо всех людях, с которыми приходилось работать. Потому что забывать этих людей нельзя. Должны знать люди, кто, не жалея ни времени, ни своего здоровья, отдавал для того, чтобы в Бавруйске была рождена шина. Создателям книг не рождаются, а становятся, уверен Александр Казак. Журналист по специальности и писатель в душе. Большую часть своей жизни посвящает работе по профессии. Багаж знаний помогает реализовать себя и в литературе. Бавруйск в переплетении столетий – последнее детище автора. На работу уходит два с лишним года. Где я, собственно, такая витала в моей голове давно? Ну, потому что я, как, может быть, истинный вебручанин, всегда интересовался историей, как от древней до новейшей нашего города. А соответствующих книг, вот, что на памяти, ну, последнее, наверное, такого путеводительного характера вышло только в середине 80-х годов. Эта книга определенный, да, итог моей работы, моей жизни. Быть может, не окончательно, можно сказать, промежуточно, но все-таки итог, потому что я, как бы, поставленную перед собой цель достиг. Вот в ней в таком кратком виде, в таком справочном виде изложена история нашего города. Здесь можно было пойти по пути легенд, мифов или вымыслов. Однако Александр Козак выбирает другой, документальный формат. И не ошибается. Большинство сведений, размещенных на 260 страницах, уникальны. В книге синтез текста и фотографий. Главные герои – вебручане из самых разных эпох. Уже отпечатано порядка 500 экземпляров. Я сам раскопал вот такую историю, допустим, отца и сына ферсманов. Вот Евгений Александрович был командиром 40-й дивизии, стоявший здесь у нас в Бобруйске, в крепости, практически до революции. А его сын Александр Евгеньевич стал академиком, известнейшим ученым советским. Я нашел их переписку даже, когда отец генерал Ферсман служил в Бобруйске, а его сын учился в Петербурге. Он писал ему письма сюда и даже приезжал на каникулы. Александр Казак и дальше продолжает творить. Приоритет – люди и родной город. Личные истории пока пишутся в стол. Леонид Рубинштейн выходить в тираж тоже не намерен. Поставить точку в карьере писателя значит отнять у читателя возможность уйти от суеты и окунуться в мир книги. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.